так ребят мы сейчас приехали на нашу гоночную трассу для тех кто впервые на нашем канале напоминаю это закрытая зона недостроенная дорога здесь безопасно можно гонять и тестировать технические характеристики автомобилей так вот у нас два участника две машины одна машина за 5000 юаней другая за 20 тысяч юаней сейчас мы протестируем какая из них будет пошустрее и помощнее что чемпион поздравляю тебя спасибо ну мы в принципе это ожидаемая результат как тебе ощущение не хватает мощности в любом случае да это было давно уже понятно что машинка не создана для того чтобы гоняться но ощущение классные в любом случае от вождения электромобиля но абсолютно другое вот ты уже получает сколько за рулем два месяца на ней два месяца 6 тысяч километров шесть тысяч 6 тысяч а когда ты тебе говорил что я не знаю 10 я выкатую или нет за год так вот расскажи какие вообще положительные эмоции и какие отрицательные эмоции ну первое это конечно же мне кажется обмана по дистанции то есть изначально когда я покупал машину я все-таки думал что мне будет хватать на на больше эти подойдет 180 это у меня в голове было что 180 это я буду ехать со скоростью 100 и вот я буду проезжать 180 нет со скоростью 100 по трассе я проезжаю максимум 130 до 50 км теряется вот не хватает конечно приз хотя бы скорости 100 километров в час проезжать 180 это первый минус то второй минус который столкнулся когда у меня выдал типа чек батарейку я такой машине же всего 20000 пробега почему чек батарейки мы поехали к официалу нам говорят слишком часто использование фаст-чарджа да да я смысле но так он же предусмотрен почему не могу его использовать его постоянно то есть у меня не было возможности вот в этот период времени заряжаться медленно нано читать и тому подобное только фаст-чардж я видел у некоторых новых джаков обновленных либо своими ручками здесь такая хорошая лет полоса у некоторых вообще блок фара заменена мне в целом нравится больше агрессивный дизайн фар чем вот такой вот он просто не блок фару меняют и она уже смотрится гораздо интересней света хватает тебе света мне вполне хватает да здесь есть вот противотуманочки но фара здесь обычные обычные ламповые классика ну она должна была стоить чуть-чуть подешевле естественно на момент продажи в восемнадцатом году когда началась она продаваться тогда это в принципе было но хау до электрокары она стоила 70000 юани это 700 тысяч рублей эти деньги в этой комплектации были попроще вот именно в этой комплектации так ну было же страшно каково это то есть на машине 20 тысяч километров ей полтора года и тут проблема такая батарейка что делать официал обратились официал даже ничего не стал спрашивать он подключил компьютер проверил чек вас горит пару элементов повреждены то есть нам нужно время их заменить а вот минус 3 заменяли долго неделю чуть такого недели ну потому что этот официал находится видимо далеко от всей их нормальной жизни вот где-то там на отшибе хуй жоу и как они объяснили мастер вот приедет вот потом попозже оставляй машину еще машину оставили все в общем все заменили все по гарантии все бесплатно без проблем по гарантии что у нее какие элементы под гарантии батарейка до сих пор то под гарантией потом двигатель под гарантией и подвеску под гарантией на сколько лет гарантии на подвеска двигатель 150 тысяч плюс элементы подвески либо 6 лет 150 либо 6 батарейка 8 лет без ограничений по пробегу косяк со стеклом со стеклом из-за температурного режима к опять же когда у нас был сильный перепад треснуло стекло но трещина дальше не идет она как была так она есть колесики тут маловатые 14 14 дюймов литье со стока цвет не нравится такой мокрый асфальт спереди подвеска макферсон сзади торсиона плюс пружины это две кстати была шоркнутая дверь была шоркнутая и крыло здесь было маленько вдавлены здесь красили явно ну в принципе в цвет почти попали чего не хватает не хватает реально не хватает мне сзади света обычную лампочку не поставили все не знаю почему не хватает мне регулировки высоты колонки рулевой фиг с ним по вылету я уже не претензий не имею и тут нет ну повыше то хотелось бы ладно я вот у меня еще как-то более-менее знаешь ноги тут болтаются влазит а человек повыше меня там за метр восемьдесят уже все то есть до метра восемьдесят еще можно как-то нормально комфортно поместиться вот я помню ты присел тебе было уже некомфортно вот это наверное единственное замечание которое я хотел бы попросить у производителя я бы попросил пошире поставить педальки педальки между собой пошире да но я тут уже знаешь нашел типа я уже настолько привык к этому что у меня нога вот так вот стоит не вот так стоит а вот так и уже нормально это все на этом минусы закончились пожалуй если не брать во внимание маленький бардачок сзади то в принципе все на это минусов нет плюсы пошли оказывается что можно держать скорость на автомобиле и у тебя станция будет в принципе соответствовать заявленной там грубо говоря что еду 90 я могу приехать 160 в режиме эконом если лица 100 100 и 90 до всего 10 километров в час разница уже 20 километров мы прибавляем оказывается в режиме long range тут их всего 3 long range эконом и спорт они кардинально друг от друга отличаются полностью по управлению машины то есть взаимоотношения с машиной она переходит допустим в режиме long range если еду по трассе это прям печально но у меня такое случалось мне оставалось в два выпуска у меня был выбор либо еду заряжаешь куда-нибудь теряет а минут 30 15-20 либо еду со скоростью 65-70 и больше в зависимости от уклона там если накат она прям хорошо накатом на long range идет ну так вот поехал я по трассе со скоростью минимальной разрешенной там 60 по трассе я ехал 65 65 и больше это печально по трассе когда едешь с такой скоростью прям засыпаешь и и думаю что ты стоишь вообще на месте но в том в тот день я проехал 204 километра 204 204 это заявленных 180 из заявленных до 180 который продавец как но когда вот машину продают не заявляет на long range ее заявляет в режиме эконом судя по всему на режиме эконом я проезжал максимум 176 это у меня был смешанный режим это я выехал из нашей деревни я доехал до шэньчжэнь по бесплатным дорогам и шэньчжэнь по бесплатным дорогам я уехал в донгуани с донгуани я уехал в чинси какая средняя скорость была а вот средняя скорость была 60 80 70 я ехал по бесплатным дорогам а там максималка 80 разрешено в целом машинка едет плавно кочки она отрабатывает хорошо мне нравится что она не козлит совсем не козлит вот знаешь хотя у нее база не очень большая за до короткая и я думал что она будет козлить она совсем не козлить я не понимаю почему может из-за подвески здесь находится два блока зарядки быстро и медленно и лючок сделан превосходно качество отменное салона давай покажу ручками не открыть не нажать как в других моделей он прочный очень ничего не болтается ничего не дребезжит в отличие от черри тига 3x 3x и 3x и там какая-то вообще приблуда непонятная там она отваливается эта машина она в ряде случаев она как одна педальная я вот если еду в режиме эконом я на тормоз вообще не жму и тем самым я уменьшаю износ тормозной системы потому что мне машина тормозит в основном на рекуперации даже если я нажму на педальку тормоза при определенной скорости сначала тормозит двигателем а в экстренных случаях подключается уже сами колодки и барабанные сзади плюс абэска работает нормально я уже проверял система не глючила ни разу нет не глючила если не считать во внимание батарейки которые непонятно что произошло глюк системы или нет я не знаю вот ну они же я говорил нравится мне информативный дисплей а в котором собственно как некоторые говорят дети мои жутковато выглядит что одни колесики типа было сделать машинки наверно было бы интереснее но вот сейчас идет заряд только операция зеленая поехали синенькая мы затрачиваем энергию двери открывается закрывается очень хорошо очень легко сама конструкция пойдем покажу этот задняя дверь производитель не поленился сделать хорошую ручку чтобы держаться стеклодоводчики но стекло пускается не вровень но она неудивительно дверка то принципе маловато по большому счету у пассажиров есть углубление для бутылочек но к сожалению полторашка туда не влазит туда только влазит пол литровая а где по всего лазит как полторашка у тебя у нее тоже не пути а серьезно нет ну как-то не знаю я рассчитывал что полторашка влезет вообще вот если по сравнению с бензином автомобилем учитаешь разница колоссальная или так в управление д денг п лини парень управление динамика динамика автомобилей в пробке когда ты едешь здесь вот мы сейчас едем допустим давай сейчас включим режим эконом хотя бы вот мы едем со скоростью 45 нажимаем она сразу уходит мне недавно были съемки там была примерно такая ситуация где я должен был ехать со скоростью 40 километров в час на вольсвагене лавит или levada не неважно какой-то хэтчбэк универсал точнее я ехал со скоростью 40 я должен был резко ускоряться и идти на обгон там другой машины я вот только приехал на своей машине на съемку я ехал полтора часа по пробкам в шэньчжэне у меня остались эти ощущения от вождения я перепрыгиваю машину одевают всю экипу там эта камера торчит я нажимаю со скоростью 40 она не едет и я понимаю что мне нужно заранее подготовиться к старту то есть здесь мы едем раз нажали она поехала там же коробка думает что-то делать здесь нету коробки она не думает она сразу есть это вот огромный плюс тишина меня радует тишина кому-то не хватает гула мотора я наверно в том возрасте когда мне уже он и не нужен запах я стал ощущать я просто захожу на парковку и когда прохожу мимо бензиновых автомобилей я чувствую этот запах раньше раньше мне такого не было так у меня ребенок когда который очень привередливый к запаху бензина она наслаждается поездкой в этой машине потому что нет абсолютно запаха даже когда же в любом случае заправляешь машину но остается этот запашочек бензиновый еще на некоторое время неважно от класса машины неважно багажник давай посмотрим багажник он тут есть я думал тут нет он тут есть даже есть полочка такая хорошая коляска помещается это не коляска это автокресло да но принципе коляску сюда тоже влазит так теории тут можно перевозить крупногабаритные грузы я там не пробовал но если откинуть задний диван пол конечно неровный но поклажу туда влезет достаточно пол неровный картошку не перевезешь ну и можно китайский рис можно да там пофигу ниша ниша тут же еще ниша понимаешь ниша простая принципе не глубокая если убрать вот это вот всю лобуду лобуда это между прочим иногда нужная туда поместится провод зарядки здесь значит удобная ручка для закрытия багажника что пальчики не пачкать в принципе она рабочая еще бы я из плюсов добавил что когда мы купили машину не надо было делать замены масел свечей проверка вот это вот его слив залив какое масло кто заливал была ситуация что встретил знакомых в шэньчжэне там крупные люди значит все вместе сколько там получается еще плюс три человека крупных взрослых кстати вы ехали полная машина вода загружен до шэньчжэне разница по дистанции я да я почувствовал на 15 километров то есть в режиме экономно 15 километров мне пришлось на подъезде к дому уже перестраховаться и переключиться в long range я опять по трассе там несколько 20 километров я доезжал со скоростью 65 раз на динамику никак не отобразилась абсолютно я не почувствовал на динамике что в эконом что long range что спорт одинаково было вот я я я протестировал лишь болезь и интересная возможность потому что моя семья они все компактные а тут я прям посадил вот троих как ты и нормально мы прям доехали классно тихо шумка хорошая да сколько машин пересмотрели к высшим классом шумка там хуже что удивительно что за такие деньги получаешь хорошую шумоизоляцию да ну по крайней мере вот работу двигателя слышно совсем чуть-чуть вот совсем чуть-чуть и наверное настолько сколько его нужно слышать зазоры у машин больших нету они все одинаковые абсолютно когда машину ведешь никаких звуков нету раздражающих ничего не болтается ну пробег всего 20000 я не знаю что будет если ей будет 100 как это все поменяется но не думаю что сильно изменится что-либо но собственно здесь тоже самое хочу обратить маленькое внимание вот на такой нюансик вроде бы машинка то недорогая а крючочек чтобы повешать вещи есть центральный замок здесь интересно сделан я не смогу открыть дверь ну вот этот пипка там поднять как у димы до либо открыть если нужно сделать так сначала раз я разблокирую дверь а второй раз я уже открываю на двери водителя располагается стеклоподъемники значит автоматически только у водителя но он автоматически только вниз вверх приходится жать и ждать ну не понимаю почему так в чем проблема была и вверх тоже сделать не так уж это дорого все также здесь есть регулировка зеркал правого левого есть блокировка дверей и запрет на открытие окон регулировка фар по наклону для 4 четвертого уровня здесь регулировка значит освещение света индикации это отключение аварийное питание зарядки если вдруг я не могу остановить через систему зарядки приложением или как-то еще я нажму на кнопкой она останавливает заряд вот здесь просто сброс одометр происходит все тебя нету красной ядерной кнопки нет красной ядерной кнопки как у димы нет я проверял машина стояла полутора суток ничего не поменялось абсолютно заряд не падает заряд то не растет по нишам по всяким здесь прям вот прям рай здесь ниша куда можно всякого набросать добра здесь подстаканники даже это большой рынок считается стакан кофе моя скажем так фетиш мой а выдвижных упоров нету но они глубокие слава богу карма стаканчики здесь глубокий при тормозе это не вылетает у пассажиров есть тоже место для стаканчика но оно одно для бутылки но она не очень глубокая в принципе и одно единственное в теории можно купить подлокотник где будет сзади два выдвижных упора для стаканчиков передач тут нет тут здесь просто есть переключение направлений вперед назад нейтралка здесь есть еще одну маленькая непонятная туда можно ключ бросить входит сюда в принципе что-то тоже есть бардачок нет такой больше для бардака из каких-то нужных вещей это прикуритель на 12 вольт и избежка избежка на самом деле прикольно она можно можно использовать для просмотра кино вот на этом дисплей чеки дальше флешечку и деткам можно смотреть кино на руле есть кнопки управления мультимедией это переключение треков а если у меня соединена машина с блютусом телефоном значит я на телефоне меняю треки громкость тише тише громче и беззвучный режим также здесь есть вызов помощника голосового там можно спросить информацию какую-то либо но это все работает только на китайском к сожалению два часа теперь к продемонстрирую нажимаешь а он пишет поддерживаю только китайский он не сопричай не ошибки на теку приборка тут простая приборка тут простая скопирована с nissan leaf значит здесь мы видим охлаждение тип точения здесь мы видим температуру батарейки здесь остаточный процент заряда батарейки здесь различные индикации этот режим рекуперации и расхода если когда я веду автомобиль в эту сторону больше у меня показатель значит больше у меня меньше расхода энергии происходит в эту сторону больше расхода энергии но здесь сегодняшний пробег общий пробег и дверки открытые лепестки обычные но удобные здесь значит омывалка регулировка дворников и собственно все здесь поворотники свет противотуманка противотуманка задние передние задние в целом мне нравится как они сделали здесь небольшое дизайнерское решение обтянули от вот эту вот часть белой искусственной кожей смотрится мне нравится как в целом интересно дефлекторы выполнены качественно не болтаются ход у них приятный не тугой ну классика такая дисплей здесь показывает информацию о текущем расходе вот здесь energy flow здесь показывается фактический значит расход киловатт-часов здесь километров примерно на киловатт-часов сколько мы тратим когда машинка заряжается можно смотреть charging статус здесь изменение режимов но они почему-то не меняются а все чтобы включить навигацию можно сделать вот так вернуться домой здесь значит включить нави и будет навигация либо я могу нажать быстренько с кнопочки и попасть в навигацию так продолжить отзывчивость сенсора не такая уж и хорошая далека от идеальности но она есть и она рабочая опять же надо быстренько вернуться я нажимаю меню если я люблю наблюдать за статусом потребления энергии и люблю наблюдать за старшимся километражом где очень удобно перепрыгивать можно в медиа быстренько заходить и включать но собственно я не пользуюсь здесь я пользуюсь рулем я пользуюсь кнопками на руле просто включая трек вперед и он начинает воспроизводить можно полностью отрубить дисплей тогда будут такие красивые часики разговаривать через систему до разговаривать через систему автомобиля можно микрофон в принципе нормальный давай поговорим о минусах первый минус я его наверно уже не раз озвучил это регулировка рулевой колонки она какая-то неадекватная она прям махонькая махонькая по походу то есть вот этот все вниз а это все вверх хотелось бы еще пару сантиметров вверх не знаю почему видимо как-то физически невозможно это все сделать вот педали вот у меня прям аккурат вот она трет практически поэтому я ногу ставлю вот так чтоб не было удобнее перекидывать тормозить я не понимаю машина восемнадцатого года почему нельзя было поставить температуру хотя бы с цифрками регулировку температуру с цифрками вот у димы по моему у него даже есть регулировка выставление температурного режима да и контроль температуры у димы климат-контроль у меня просто кондиционер но я даже не знаю насколько он сильный слабый тут такая есть интересная крутилочка типа вот температура и вот понимая как хочешь это минимальное холодное это ближе к теплому это максимально горячее это ближе прохладному из плюсов есть закрытие внутреннего салона режимы в принципе все комфортные либо лицо лицо ноги только ноги ноги и стекло либо стекло лобовое и обогрев заднего принципе я доволен режимами антон смотри вот и сейчас сядь покомфортней и сможешь ли ты сам это моя это моя комфортная в принципе зона то есть максимум я еще могут маленько вперед но уже такое то есть вот вот так мне хорошо с у меня руль и вот руль практически на вытянутых руках здесь я ничего не цепляю сможет и сесть сам за собой я смогу но ты за мной не сможешь я сел сам за собой и вот минус этой машины пространство видишь у меня сколько между сидением ноги болтаются то есть хотелось бы чтобы ноги упустились вниз да но там батарейка этого сделать невозможно вторая версия машины этой тут уже продумали ее сделали крышу повыше сидушку повыше и в принципе вроде как хорошо давай я попробую сесть а ты не сможешь тебе будет очень некомфортно у меня длиннющие ноги рост метра 85 не совсем большой но тем не менее бесполезно но детям там хорошо на той был расчет что будут там дети сидеть а взрослых там не будет кстати ребят антон немножечко умалчивает смотрите чтобы мне сюда сесть то есть мне нужно ногу вот так вот потому что потому что если я захочу сесть в обычном варианте давай давай ты сможешь а давай а давай посмотрим как я сажусь лёша значит неудобно садиться я в принципе нормально провожу то есть метр семьдесят семь сюда влазит метр семьдесят восемь и выше наверное проблематично собственно я сажусь нормально друзья для тех кто оказался на нашем канале впервые напоминаю только что вы посмотрели обзор на автомобиль который мы купили за двадцать тысяч юаней в переводе на российские деньги это примерно 230 тысяч рублей в начале ролика вы видели гонку двух автомобилей второй автомобиль купил наш знакомый за пять тысяч юаней примерно пятьдесят восемь тысяч рублей ссылочка на обзор этого автомобиля сейчас появится вот здесь поэтому если вы еще не видели этот обзор обязательно посмотрите ну а с вами была компания пандауэй из китая будьте с нами и у вас все будет хорошо